Краткое содержание предыдущей серии. Краткое содержание предыдущей серии. Кроме того, что мы, мы это имперец. С имперским менталитетом в имперской броне. Ненавидящий сепаратистов. Которые хотят ослабить империю. Отделив от нее скайли. Вот такой скромный герой. Так вот, кроме того, что мы избежали казни, мы налили телохранителя. Взяв провозку, наняв Вайтране, мы съездили Виндхельм. Ну, не совсем в Вайтране повозку нанимать, а в Вайтране около конюша. Открыли Виндхельм. Наняли там в таверну за 500 золотых телохранителя. Потом открыли с помощью нанятой повозки Рифтон. Купили там черновелевский мед. И, переговорив в таверне с жрецом Марой, купили у него амулет Мары. Если выносишь, то всем видно, что ты ищешь вторую плагинку. Супругу хотим найти. Деньги мы заработали колкой дров. За каждое полено в Вайтране. Владелица таверны, горцующая кобыла, платит 5 золотых за каждое полено. В Риверуде тоже. Мужик на лесопилке платит 5 золотых. А мы отправились в Витдхельм. Оттуда, в реке, сплавились до лесопилки пирожок. Продали в владелице нарубленные поленья, установив с ней дружеские отношения. Ее можно брать в жены. Она имперка. Душевная девушка. Нам больше нравится прическа. Только прическа. А лица одинаковые. В имперке. В Риверуде. Сестры торговца. Но эту можно взять в Рост. Так, мы по линии продали. Не можно брать в жены. А здесь нужно золотой кобыть вернуть ее брату. Украденный бандитами. Бандитов нужно убить. Кобыть вернуть. И все наладится. А лесопилку пирожок мы из-за халявных бревен открыли. Благодаря дружеским отношениям с владельцей, мы можем попросить у нее самим напилить поленья. Она нам позволяет. Это экономит 100 золотых за каждые 10 боленьев. Разберенные бревна нужны для строительства поместья. Решили заработать еще денег. Так, чтобы далеко не ходить. Договорились. Рубка и троф. Нам предстоят серьезные квесты. Для того, чтобы получить титул ТАНа. Нет необходимости иметь титул ТАНа. Достаточно иметь доброе отношение с ярлом. Заговорились. 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 В нашем случае это... Да. Яр Волкрита. И все? Нужно что-то? Хорошо. Пойдем поищем с кем бы подраться. Пока нам нужно найти не с кем подраться, а кому продать бревна. Я не беру поленья. Эта владельца лесопилки уже заперлась в своем доме. Продадим в другом месте. Благо перегруженный поленьями напарник не ощущает груза. Он может бегать и мы можем быстро перемещаться на карте. Переместимся в Вайтран. Там продадим поленья и приобретем рекопировку. Пойдем продавать. я работаю на билетора в лапке помогают горцующая кобыла здесь можно продавать если хочешь подработать на рубика дров для костров если ищешь работу советую поговорить с вами хочешь выпить и тебе доброго дня друг да встретишь ты смерть с мечом в руке если что еще нужно обращайся работа мне не в тягость но я уже подумываю отойти отдел может продам заведение из ольде ладно чего ты хочешь мы не взяли поленья у нашего нападника ты замечательный друг это дорого стоит конечно я от золотишка никогда не отказываюсь пошли чем хочешь поесть отдохнуть или просто промочить горло честная плата за честную работу 1290 золотом пожалуй вернусь к мытью кружек хорошее занятие это ода в честь несгибаемых защитников скайрима имперцев за юность мы пьем прошлым дням и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они работали еще в те времена, когда первые серые гривы пришли в Айтран Слава богам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами ДимаTorzok 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 Знаешь, раз у тебя есть способности Советую посетить коллеги Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей Я за тобой слежу, помни об этом Я командую стражей. Тут, в Айтране. Эх, глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы тяжелее и веселее. Бежат вас достатка. Отнимут ваших детей, вашу жизнь. Купили. Нужные заклинания. Часто приходится бывать в облачном районе. Ох, что я такое несу, конечно же, нет. Наколим травишки. Я работаю на билетора. В лавке помогаю. Это мы изучили заклинания. При изучении заклинаний, книги исчезают. Книги, соответствующие заклинания. Его нужно отвлечь. Заходи в лавку билетора на рынке. Не сомневайся, у нас найдется кое-что для тебя. Не хочу показаться грубияном, но поболтать некогда. Ну, что ты хочешь? Я хочу одеть, что хочу. Хочу. Какой-то дрова. Отойди. И... Черт. Зараза. А, тебе что-то нужно? Да, мне нужно, что-то убирался. Вот эта кнопка. Нужно что-то? Да. Да уйди так, сквозь доложи. Пошел. Пошел. А. Да. Чего ты хочешь? Мясо достойное столоярло. Приходите и взгляните на свежайший праздник. Хм, нужно что-то. Ты все еще работаешь по вечерам в гостей ищи табыли, а... Ладно, что? Я серая грязь. Что? Это не значит, что я не могу зарабатывать. Да и я не про то. Прости. Договорились. Вот. Сейчас мы прерываемся. Я работаю на билеторах. Влада, помогай. Золото. Тебе еще что-то нужно? Хм? Хорошо. Пойдем поищем, с кем бы подраться. Нарубили. Лишка еще. Горячий душистый хлебушек. Прямо из печи. Придем. Продай. Заходи. Мы как раз подложили дро. Присаживайся и согрейся. Если ищешь работу, советую поговорить с Хульдой. Хм? Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Пошли. Если хочешь подработать, наруби-ка дров для костров. Честная плата за честную работу. Если что-то еще нужно, обращайся. Спасибо. Приветствую тебя в доме воительниц. У нас и мелкое оружие. Погляди. Да все, что доброму воину нужно. Продолжение следует... С тобой приятно иметь дело. Я не говорю, что я лучше. Не доводилось встречаться с моим отцом. Да все, что доброму воину нужно. Не теряй бдительности. Не теряй бдительности. Не теряй бдительности. Не теряй бдительность. Девушки отдыхают. 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 Я лишь прошу дать мне шанс. Часто приходится бывать в облачном районе. Ох, что я такое несу, конечно же, нет. Ты как, охотиться любишь? На равнинах вокруг Вайтрана полно добычи. Ветер холодный. Заморозки посевы побьют. Вот как чувствую. Скажи спасибо, что ты в городе, а не в Ривервуде где-нибудь. У этих бедолаг даже стены нет. Сейчас отправимся зарабатывать дружескую репутацию. Ярва Фолкрыта. Эх, глотнуть бы сейчас доброго меда, сразу стало бы теплее в себе. Сталь хороша. Погляди! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если понадобится оружие или броня, приходи в кузню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дороги сейчас не каждому по силам. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошая сталь стоит каждой монеты. Запомни. Субтитры сделал DimaTorzok Ты замечательный друг. Это дорого стоит. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Тогда веди ее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если понадобится оружие или броня, приходи в кузню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А потом посмотрим, на что ты сгодишься. Выпивка, например, вполне сойдёт. Только не местная моча. Настоящий чернобересковый мёд из Рифтона. Да уж. Ненавижу, когда кто-то тратит моё время попусту. Вот это мне нравится. Хоть кто-то умеет делать дело. Вот. Это тебе за труды. На тебя можно положиться. В моём владении есть банда разбойников, с которыми у нас были договорённости. Поначалу они платили как полагается, но теперь пора всё подчистить. Займись этим. Хорошо. Казнить всех бандитов. Никого не щадить. Сталь хоро... Да всё, что доброму воину нужно. Если понадобится оружие или броня, приходи в кузню. Сейчас... Выполним квест этот. И взаимоотношения с Ерлом станут дружескими. Мы сможем купить землю. Вернее, не сможем. Мы потратились на экипировку. И теперь нам не хватает до пяти тысяч. Некоторые суммы, которые мы опять заработаем в кол кедров. Идём по маркеру. Вот там стрелочка сверху. Вот она движется сейчас посередине. Значит мы идём в нужном направлении. В правильном направлении. Всё, сподвижники отстали. dormатронной суммы. О, какая. Здесь где-то есть коронтовая жила Сейчас мы сохранимся Загрузим игру Где мы нашли эту же игру Стрелка компаса Здесь гора Загогулина Загогулина Вот этот прямой кончик И вот еще Загрузим игру Продолжение следует... 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 Заодно кто-то угробил грубок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другим путем 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 Нужно что-то? Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Продолжение следует. Тогда веди. Продолжение следует. 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 И в первый раз даже никуда двигать не пришлось. В первый раз даже никуда двигать не пришлось. Что такое нанесет и как с ним бороться? Продолжение следует... Избавляемся от лишнего. Продолжение следует... 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 как мы кладем дрова, так что и прерваемся договорились, ИСТУ но вообще не 100, а больше это я просто до 100 досчитал торопиться нам некуда у нас долгая жизнь мастера мастера потому что максимальный уровень сложности Тебе еще что-то нужно? Нужно что-то? Хорошо, пойдем поищем с кем бы подраться Слова не мальчика, но мужа Так Здесь ее нет на лесопилке Значит она заперлась в доме Так Она выходит в 6 вечера Если на ней жениться, то можно продавать будет круглосуточно дрова Но мы пойдем другим путем Здесь удобно Нам никто не мешает нарубить дрова Можно еще в рифты не рубить из открытых локаций Из открытых локаций Там тоже с продажей тяжело Зато в Айтране И можно круглосуточно горцующих кобыли продавать владелец таверны Добрый господин Не найдешь пары лишних септим? Ветер холодный Заморозки посевы побьют Вот как чувствую Заходи Мы как раз подложили дров Присаживайся и согрейся Здесь ее любят все Кроме того, это одна из первых песен, которые мне посчастливилось выучить Рагнар Рыжий Если ищешь себя даму, ищи в другом месте Кто попал под очарование Микаэля с ним и остается Конечно Чем могу служить? Конечно Голосовым связкам отдохнуть не вредно Ну вот Ислан Хоть заткнули его Охрана Вайтране ужасная Просто куром на смех Я вообще-то Барт Не доводилось обо мне слышать? А? А? Конечно Я от золотишка никогда не отказываюсь Пошли Я пока не заработал себе репутацию в Скайриме Но я над этим работаю Я иду Равно как и над милыми дамами Хе-хе-хе Несомненно в Сиродиле, где я побывал до этого Хочешь выпить? До сих пор вспоминают Микаэля и его По-разному Хочешь есть, пить и то и другое Ладно тебе, хватит уже вопросов Если хочешь подработать, наруби-ка дров для костров Об этом и речь И тебе доброго дня, друг Да встретишь ты смерть с мечом в руке Вот, спасибо Честная плата за честную работу 4 920 с золотом Если что еще нужно, обращайся Я люблю Скайриме Работа мне не в тягость, но я уже подумываю отойти от дел Может продам заведение из Ольде Ладно, чего ты хочешь? Посидеть Отдохнуть В тишине Чем могу помочь? Хочешь поесть? Отдохнуть? Или просто промочить горло? Косточку подарите пёсику моему Да Мы в расчете Ладно, посидели и хватит Микаэль Сынок Ты в драконьем пределе, чтобы в последнее время все только и толкуют об этом идиотском конфликте Я лично предпочитаю книги и заклинания Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами Теперь еще и это скидывается ни с того ни с сего Если на имя не нажать, то при нажатии какого-нибудь из разделов скидывается продажа просто и все странно На огненного атронаха нам не хватает маки для вызова Интересно, хватит ли на питомца Ох, как повысилось Красноречие Знаешь, раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов... Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей Отвали Я за тобой слежу, помни об этом Да господи Идите-ка тарахани Туда же еще следит она Скажи спасибо, что ты в городе, а не в Ривервуде где-нибудь В этих бедолаг даже стены нет Здесь можно открывать Всякие Крепости Что за бесцеремонность Ярл Балгруф не принимает посетителей Отвали У нас дела здесь Открываем Карта обновилась Вот видите Все Хватит Меня раздражает это бездействие Мы должны задать жару братьям бури Мы должны задать жару братьям бури Теперь Оооо сколько Башенок Молодцы Пойдем 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 статье у тебя отличная имперская броня получим добрые отношения с ярлом и купим притормаживать стал опять отключили high-resolution текстур пак две штуки но это не зависит притормаживания не зависит от текстур наверно грузится этот сам обновление грузятся антивируса скорее всего когда захочет тогда и обновляется такая зараза сейчас мы станем счастливыми обладателями поместья разбудим королька рад тебя видеть наконец хоть кто-то может помочь пусть знают что бывает если мне не пить вот это награда за службу вы знаете что я люблю тебя ты не боишься сделать твои руки я тебе позволю купить правительство в фолк рейт-холд поговорим с моим стуарем если вы интересны Сейчас купим семельку. Кар-кар-кар. Вставай. Я здешний управитель. Я служу Ярлу Сидгейру и служила Денгейру до него. Не дом, а кусочек. Сидгейр может иногда действовать поспешно, но он прислушивается к нашим с Хелвердом советам. Малт-пист. Северо-восток. Опять подключили хайтик ступок. Сейчас откроем поместье наше озеро. Северо-восток. 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 Продолжение следует. Да. Это каменоломня, которую мы будем пилить для себя на лесопилке пирожок. Это каменоломня. Рабочее место. Здесь можно добывать глину. Это железная руда. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. все а здесь у нас руководство начинающего землевладельца а сюда мы скинем все лишнее пойдем зарабатывать титул Тана для того чтобы можно было назначить управляющего поместья через него можно будет купить повозку коня кур, корову и всякие другие вещи хорошие все подойдут эти до 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 Продолжение следует... 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 Шена пока не восстановилась, если они вообще восстанавливаются. Ну ладно, будем знать теперь, что он не только квестом видит, но и к маркеру игрока. Лежа нет, работаем активно. Проситься там. Чего ты хочешь? Тебе здесь нечего делать, Фолкрит славится своим кладбищем, гость. Мы похоронили больше мертвых, чем ты можешь себе представить. Я только что отдал последние почести на погребальном костре старому боевому товарищу Берету. Не хотел старик лежать в холодной земле. Ты можешь отнести его прохроневому, жрецу Аркея? Он благословит душу Берета в последний путь. Спасибо. Ладно. Когда-то я не против меня, против всего Фолкрита. Эти имперские ублюдки шпионятся каждым из нас. Вчера я видел, как кузнец Лод писал письмо. Наверное, докладывался в солитюд генералу Турию. Если ты ратуешь заповеду Скайрима, соберись в дом Лода и добудь это письмо. Не сполтни кому чего лишь. В империи здесь повсюду уши. Успокойся. Нужно что-то. А, теперь что-то нужно. Конечно, чем могу сказать. Конечно, голосовым связкам отдохнуть не вредно. Это шпайнер. Смотри по сторонам. Каждый раз жизнь отдать. Шуаровый кости. Симпатичный мужчина в Фолклите. Что тут забыла, сопливая деточка? Беги домой к мамочке. Привет тебе, путник. Странствующий министрель и великовозрастный пострел к твоим услугам. А после той истории с одним бродягой и дочерью важного Тана, скажем так, лучше не узнать. Боюсь, что нет. Но если ты всерьез желаешь отточить язык, обратись в коллегию Бардов в Солитюде. Я хочу узреть и запечатлеть эпическую битву за Скайрим. Там, где братья с болью в сердце скрещивают мечи, всегда есть тема для песни. Славного денька. Что тут забыла, сопливая деточка? Беги домой к мамочке. Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? Ну, за это ты сейчас ответишь. Не стоилось бы ответить. Помогите! Да сделайте же что-нибудь! Кто-нибудь! Смотрим про длительное место. Ну, чего? Дмитрий. Нет! Тебе не спастись от меня! Я могу так целый день! Ух ты! Ух ты! Хватит! Ха! Я тебя на старт! Ух! 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 Просто так валялась! Удачная находка! Ух! Ух! Ты замечательный друг! Это дорого стоит! Как жаль! Ух! Конечно! Я от золотишка никогда не отказываюсь! Ух! 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 С другой стороны Будь живет Что тут забыла, сопливая деточка? Беги до... Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? Ну ты и зануда Не стоит, сделайте же что-нибудь Помогите кто-нибудь Прямо плаши на укус Напрягись Поехали Бебя Без тебя Без тебя Без тебя Без тебя И все довольны. Голос Император. Это талант имперцев. Они раз в сутки могут. О, все вокруг успокоились. Могут успокоиться, заставить людей и животных, как мы видим. Сложить в оружие. Что это было? Что это было? Ну, ненадолго. А теперь что? И все? Лучше можно? Да. Не для того я столько живу, чтобы пасть от твоей руки. Наверное, их спугнули. Да сделайте же что-нибудь. Что такое, что? Помогите! Кранат! Сорока! Ум! Я! Горо! Ум! Я! 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 Хулиган Не для того я столько живу Я раздавлю тебя как мастер твоей руки Хватит, я остаюсь Так, не связывайся со мной Ну как, бёсик, победили, как всегда Что тут происходит вообще Что тут забыла, сопровая деточка? Беги домой к мамочке О, гробили Да шо ж такое Скорее всего Успокоение На некоторое время Действует А потом Все начинают мочить всех Или Вот этот вот рогатый Баран Достал оружие И случайно Повредил Барда Странствующего Тут ему ответил И понеслась Ну ладно Ну Так или иначе Еще раз попробуем Привет, приятель Тебе повезло встретить Барну в пути Что такое Ты сейчас разрыдаешься? Да конечно Ну за это ты сейчас ответишь Не стоило Обожать Да если бы Ты сейчас разрыдаешься? Ну за это ты сейчас ответишь Не стоило Обожать Обожать Да если бы Тысячу раз так повторить Что такое? И наконец Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? Ну за это ты сейчас ответишь? Ну Не хочется Стоило сюда приходить Топай Привет, приятель Опять соскаркивает Зараза Надо было так Делать Тебе повезло Как сделать Что она все время Соскаркивает Ну вот Вот что это такое Приходится Стрелочками И гадко Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? Я хотел денег платить вам обеим Навин Я бы забывал Ну ты и зануда Не стоило сюда приходить Ничего не действует Варин пришел подраться Я тут подумала Может наймем Что такое? Ну если бы Ты сейчас разрыдаешься? Если бы Только у меня Хватило денег платить вам обеим Навин Я бы забывал Воги Ну ты и зануда Ай Так хочет умереть Привет Привет Приятель Тебе повезло Встретить Барду Если бы только она проводила наше время с Дэнгейром Больные Если бы только у меня хватило денег платить вам обеим Навин Я бы с удовольствием У нас еще Дело не в проворот Чего ты хочешь? Хочу, чтоб все барды замолкли. Есть такое заклинание. Что тебе нужно? Украсть письмо достойного гражданина. А что ты подумал? Так. Побежали, взяли. Хелген разрушен драконом. Даже не верится, правда? Зато мы остались живы. Добро пожаловать. Дай мне знать, если тебе что-то нужно. А, тебе что-то нужно? Одна из самых нужных мною. Успокойтесь, шизофреника. Когда-то я был... Что это? Какой-то шифр? Нужно столько железной луды, сколько сможете добыть. Он не шпионит. Но Империя явно заставляет Лода ковать для нее все больше мечей и доспехов. Очень хорошо. Возьми в награду. А честь прежде всего. Изгонит он зло и врагов победит. Щедро. Но сквозь адское пекло. Не спал никому чего лишнего. У Империи здесь повсюду уши. Я говорил. Если у тебя шизофрени, это не значит, что за тобой никто не шпионит. следующее. Продолжаем. 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 Эй, ты, поосторожнее с магией тут. Эх, глотнуть бы сейчас доброго меда. Сразу стало потеплее и свеее. Че они показывают-то? Не хочет. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Скатертью дорогу 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 Продолжение следует... 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 Ладно, пойдем становиться данным. Данным надо пойти и стать. И все тогда у нас наладится. Можно расслабиться уже. Вот видите. Ну ладно. Я похороню их, как полагается, и пойду домой. Найди меня, если окажешься в Фолкрите. Тебя всегда будет ждать теплый прием. Нога торчит. Сквозь броню. Не очень сделано. Все хорошо, надеюсь. Месяц. 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 Продолжение следует... Считать чужие дневники нехорошо, поэтому мы перезагрузимся, как бы ничего не было. Не пытайтесь повторить это дома. Чтение чужих дневников. Полкритским кладбищем занимался. Спасибо. Это собрание сожалений, которое я не хочу забывать. Вот. Я обещал тебе награду. Я научу тебя кое-чему, но осторожней с этим знанием. Жизнь так коротка, другого. Не трать ее зря. Хорошо. Доброго дня. Идем становиться Таном. Я рад тебя видеть. Да. Чего тебе надо? Тогда, по моему правилу, я назначу тебя Таня Фалкриф. Поздравляю. Я даю тебе личную комнату, Карл. И эту оружие из моей армии, чтобы служить как твоя баджа офис. Я также не буду обещать моих руководителей о твоем новом титуле. Я не хочу их думать, что ты сейчас частью общей рабби. Заходи как-нибудь поболтать. Может, у меня найдется для тебя работа? Да. Не хоус Карл. Хоус Карл. Хоус Карл. Домашний Карл. Но она точно знает, что к чему. Ну, только что мы уже Даны. Вот да, да. Ярл назначил меня твоим Хоус Карлом. Для меня честь служить. Похоже, с тобой уже кто-то есть. Да. Вот такая неприятность. Ладно. В данном мы стали. Дали. Теперь. Я здешний управитель. Я служу Яру Сидгейру. И служил Дэнгейру до него. Долгой жизни тебе, Танн. И так данным мы стали. В следующей серии мы построим поместье. Потом сохранимся. Выберем жену. Сначала одну. Потом другую. На какой нибудь остановимся. А сейчас мы избавимся от телохранителя. Сначала проверим. Появится у телохранителя нашего нанятого в диалоге возможность назначить его в управляющем поместье. Чтобы знать на будущее. Правильно? Правильно. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...